Всем привет, ребята! Упальна мой канал, и сегодня у нас с вами новое видео, в котором я решила, знаете так, собрать в одном видео все продукты с Валбри, со всех распаковок, самые лучшие средства. У меня уже были подобные видео. Эти средства все очень бюджетные, то есть до 300 рублей они стоят. Я надеюсь, видео будет интересным, а также я вам покажу, какой уход я сейчас использую. Мы с вами протестируем также маску для лица, я расскажу свое мнение также об одной фирме ухода. Вы все увидите в этом видео, поэтому подпишитесь на мой телеграм-канал, если вам, конечно, это интересно, ссылка будет в описании. И на мой канал, конечно, если вам тоже понравится видео, мне будет очень приятно. А мы будем с вами начинать. Соответственно, мне пришла вот такая посылочка бренда Nameskincare, очень красивая, и внутри здесь было три масочки для лица, три маски с жемчужной и с, как она называется, аргутином. И вообще, этот бренд можно приобрести, продукцию этого бренда можно приобрести в Золотом Яблоке, в Литуаль, на Marketplace, таких как Валбери, Сазон, я прикреплю все ссылки в описании на продукты, которые я покупала. Вот такие маски, у меня уже был большой набор, вот здесь прикреплю фотографии, поэтому я их тестировала, и мне они очень понравились. Вообще все они дают хороший результат, то есть мне больше всего понравилось, по-моему, с зеленым чаем там была, и также я вот с жемчужной тоже пробовала, мне она очень понравилась. Хорошо увлажняют так, поэтому маски реально классные, бюджетные, думаю, многие о них слышали. И вот маска, которую я хочу протестировать с вами, это вот такая вот Bubble Mask, то есть это тоже тканевая маска, это ультра очищающая. Пузырьковая тканевая маска, хочу протестировать ее сейчас вместе с вами, а также здесь мне пришел вот такой тонер с гиалуроновой кислотой и крем. Я их уже тестирую на протяжении больше чем неделю, поэтому тоже с вами поделюсь. И давайте будем переходить к затесту этой маски. Эта маска обеспечивает глубокое очищение пор от пыли и грязи, накопленных токсинов и излишек сегму за счет вулканического пепла и морской соли в составе. Экстракты эвкалипта и ромашки не нарушают гидролепидный баланс во время очищения. Нужно нанести на очищенную кожу, распределить по всему лицу, оставить на 5-10 минут. Когда хотел статичненько надеть масочку, выглядеть такой милашечкой, а ты выглядишь как какой-то не пойми кто. Но смотрите, она уже начала пениться, поэтому вернусь через 5-10 минут. Я минуты к 7 ее подержу и вернусь к вам. Теперь уже я вот таким образом прошла 7 минут. То есть видите, сколько уже пены образовалось? Это просто какой-то асмер. Она на самом деле хорошая по размеру, просто не знаю почему, но у меня она вот как-то сползает именно вот эта вот зона. А в остальном она очень хорошо вообще держится. Конечно, я выгляжу не пойми как, но... Маска мне очень понравилась на самом деле. Она, знаете, как-то охлаждала кожу. Сейчас как раз таки утро, прям очень приятно. Я бы могла даже сказать, что она чуть-чуть очистила ее, при том, что да, она тканевая. Мне вообще очень понравилось. Ее можно использовать утром, очень быстро, за счет того, что ее держать на коже 5 минут. Тонер для лица. Это увлажняющий тонер для лица с гиалуроновой кислотой. Он моментально восстанавливает гидролипидный баланс эпидермиса, нейтрализует сухость. Формула составляет гиалуроновая кислота, которая является одним из основных компонентов структуры клеток и обладает уникальным увлажняющим эффектом. Теперь перейдем к тонеру, нанесем его. Здесь его пол-литра, он стоит бюджетно, по-моему, до 500 рублей. Это очень дешево, мне кажется. Вообще продукции бренда очень доступны цены. Здесь просто вот такой жбан. Она не супер жидкая. И он с гиалуроновой кислотой, как я уже сказала ранее. Он очень хорошо увлажняет кожу. Теперь переходим к крему для лица. Мне он безумно понравился, вот честно. Это теперь мой самый любимый крем. Наверное, тоже бренд My Name Skincare. В общем, здесь также он с комплексом гиалуроновой кислотой. Здесь ее 2%. Посмотрите на то, какая у него интересная вообще текстура. Он состоит из двух текстур. То есть такие вот капельки из крема, и все это в такой гелевой массе. Когда вы набираете, он смешивается. Текстура очень приятная. И вот этот крем, так сказать, гель, он подойдет отлично для жирной кожи. Крем я его и на шею могу нанести. Это прям находка, честно. Вы можете заказать товары от бренда Name Skincare на их официальном сайте по промокоду весна. Вы получите 10% скидку на все товары из ухода до конца апреля. Поэтому обязательно заказывайте. Я буду очень рада. Напишите, конечно же, что вы заказали, что вам понравилось. В будущем мне будет очень интересно почитать. Мы с вами хорошенечко подготовили нашу кожу. И теперь переходим, наконец-таки, к нькияжу. И первое средство – это тональная основа от бренда Zuzu. Она стоит буквально 160 рублей. Но это прям легкий, классный тональный крем на весну, лето. Мне он очень понравился. По-моему, там один универсальный оттенок. У него достаточно жидкая такая текстура. Увлажняющая. И наносить я буду спонжем. Здесь 30 мл. Хороший объем. И упаковка из такого матового стекла. В общем, тон очень хорошо лег. Он дает такой сатиновый финиш больше. Текстура у него такая увлажняющая. Перекрывает он, можно сказать, от легкого до среднего. То есть, какие-то прям легкие покраснения он его перекрыл. Использовать консилер. Я не знаю, что это за бренд. Я вам показывала его в одной из видео дешевых косметиков с Wildberries. Он в безумно светлом оттенке. У него вот такой длинненький аппликатор. И посмотрите на то, какой он светлый. Это единственный вообще консилер вот такой вот дешевый с Wildberries, который имеет суперсветлый оттенок. У него очень легкая текстура. Но он тоже норм перекрывается. Сейчас я вам покажу. Я сделала свет чуть поярче, чтобы он было лучше видно. В принципе-то вот так вот перекрыл. И тон, и консилер. То есть, видите, вот эти покраснения. Все перекрыты вот этим легким консилером. Я не знаю, для меня он прям стал одним из любимых, можно сказать, вообще в любых ценовых категориях. Сейчас покажу вам свою самую любимую пудру. Просто лучшую. Я не нашла. Мне она нравится намного больше, чем вообще все пудры, которые у меня есть. И эта пудра Express Control. Не обращайте внимания на то, какая она грязная. В оттенке 0.1. Она просто очень быстро пачкается. И если ее протереть, она сразу же испачкается снова. Здесь 10 грамм. 0.1 оттенок. Здесь есть зеркало. И сама пудра, она идет супер матирующая. Она имеет очень светлый оттенок. Она заглаживает просто все поры. Идеально. Ее минус, что она выбеливает кожу. Для кого-то это минус. Но мне это, наоборот, нравится. В общем, и если у вас светлая кожа, это просто пудра. Самая лучшая, наверное. Попробуйте ее обязательно приобрести. Она такая немножко как труппи, какая-то вся белая сейчас. Но все же мы сейчас будем делать с вами, оформлять всю нашу кожу. И хочу начать с того, что это вот такой вот скульптор от бренда LaValle. Но он называется якобы как бронзер. Но вообще это написано пудра для лица. В оттенке 3, но я покупала его на Вайлбер за 150 рублей, за 160 рублей. И здесь просто идеальный оттенок, идеальная текстура. Он не сильно холодный, не сильно рыжий. И он очень шелковистый. С ним практически невозможно переборщить. Он тушуется в ноль. Его можно сделать прям очень натурально нанести. Здесь большой объем 10 грамм. Вот. Я прикреплю, возможно, если найду в подружке. Сколько он сейчас стоит. Вот, конечно, я напишу как с Вайлбер, но его нет в наличии. Легкими движениями его наношу. Я сделала коррекцию лица. То есть я не буду использовать бронзер. Этот вот продукт заменяет не скульптор и бронзер. Я делаю им легкую такую коррекцию. И сейчас я покажу вам румяна, которые мне безумно понравились. Но я видела у многих блогеров, что они говорят, ой, повелась, купила, ужас, выкинула. Не оставлю вам артикулы никогда. То есть я думала, что что не так? Почему мне они безумно понравились? У меня с ними все хорошо. А вам они не зашли? Это румяна от бренда Lamella. Думаю, они уже достаточно известные. В общем, все покупают 0.1 оттенок. Якобы это аналог Dior. У меня 0.2. Скажу сразу. Он более такой розоватый, более яркий. Здесь есть такое мини-зеркало, но оно практически бесполезно. Здесь ничего не видно и оно очень царапается. Эти румяна стоят буквально 200 рублей. И у меня оттенок. Он хорошо пигментированный. То есть я вот его нанесла. Вот, показываю еще раз. И он мне хорошо переносится. И на руке его тоже заметно. То есть все нормально. Я наношу его вот этой кистью от Небледная Лила. И она просто идеально их наносит. Теперь переходим к хайлайтеру Супер Вауси Яни. Я показывала его в распаковке, но не показывала его в деле. Это хайлайтер от бренда Nova в оттенке 0.1. Он имеет такую, знаете, желейную текстуру. То есть, видите, он такой полукремовый, желейный. У него очень красивый оттенок с отдельными блесточками. Вот я его тут заслочила рядом с румянами. Очень красивый. Я его наношу прямо пальчиком. Он очень хорошо ложится. И он, можно сказать, аналог хайлайтера от Лароса. Лароса. Его сейчас не бывает в наличии, так сказать. Вот он. И новый его аналог. И на 100 рублей дешевле. И вот прям пальчиком вы делаете такой Супер Вау Эффект Сияния. Уже много хайлайтера, много сияния. Я даже вот навеки нанесла. И можно использовать как топер, как такую сияшку. И теперь переходим к бровям. Покажу вам гель для бровей, который я купила недавно. Но это прям классный продукт. И хочу поделиться им с вами. Это вот такой гель для бровей от бренда Белор Дизайн. Броу Гель Фикс Топ. Прозрачный гель для бровей. У него хороший объем. Щеточка такая не сильно гигантская, не сильно маленькая. Для кого-то может минус, но он пахнет прям каким-то клеем. Но мне кажется, большинство гелей для бровей так и пахнут. Он очень хорошо их фиксирует. Вот так вот выглядят мои брови. Они очень хорошо зафиксировались. Мне очень нравится этот гель для бровей. Он дает супер фиксации. И теперь переходим к глазам. Но здесь я не буду использовать никаких теней, так как я нанесла хайлайтер. И мне этого достаточно. Иногда я могу нанести в складку века бронзер, либо же скульптор для затемнения, так сказать. И теперь я буду использовать тушь. Тушь у меня тоже от Белор Дизайн. Ньют Хармони. Я немного видела на нее обзоров. То есть она, можно сказать, вроде как новинка какая-то, что ли. Она стоит 250 рублей. У нее вот такая силиконовая щеточка. Она, знаете, такая стандартной формы, но немножко расширяется вот к этой части. То есть интересная щеточка, хорошая черная тушь. Она идет именно вот по всей своей поверхности. То есть она не с одной какой-то стороны идет, а по всему периметру. Вот такой эффект получился на моих ресницах. Она их, можно сказать, очень хорошо удлинила и разделила. Объем, вам скажу, да, нужно наслоить. То есть ее такой, знаете, небольшой минус. Либо мне, может, какая-то бракованная пришла. Она какая-то уже суховатая. То есть, не знаю, может, у нее текстура такая прям супер-супер густая. Либо же она пришла какая-то немножко суховатая. Для губ покажу. Он такой классный весенний комбо бюджетный. Первый это карандашик Лароса Лароса. С таким тюльпанчиком, цветочком. Он у меня в оттенке, какой, 0.2. 0.2 оттенок. Стоит он прям рублей 80. Он автоматический. То есть вот такой. Покажу сейчас вам сводч. Он очень приятный. Очень такой насыщенный. При этом он вообще не сушит губы. Он такой жирненький. Хорошо наносится. И второй продукт. Это помада Липси от Beauty Bomb. Из их обновленной базовой линейки. В 0.3 оттенке. Она очень такого схожего с ним оттенка. Вот с этим карандашиком. Только более розовая. Я вообще не схожа, я понимаю. В общем. Она более розовая. Я имею ввиду, что она хорошо смотрится с ним в сочетании очень. Вот. И сейчас я их нанесу и покажу вам. Вот так у меня получилось. Вот такой нежный весенний макияж. Такие вот, такие губы с розоватым оттенком. Мне почему-то весной прям такой проявляется. Больше такое желание красить губы именно какими-то розоватыми помадами. Может даже тинтом я чаще всего начала красить губы. Больше от таких коричневых ушла помад. Мне прям нравится очень, как выглядит наш макияж. Он такой супер нежный, весенний. Выглядит достаточно натурально, мне кажется. Вот. То есть, можете брать как идею для просто повседневного макияжа ежедневного. Мне очень нравится. И вообще, я надеюсь, вам понравилась подборка продуктов, которые я подобрала для вас. Надеюсь, вам было интересно и полезно. А я вас всех люблю, обнимаю. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok